И о том, как радикальная идеология способна разрушить жизнь на примере одной семьи, смотрите сирийский репортаж нашего военного корреспондента Евгения Поддубного. Анияд Сидова, жена террориста ИГИЛ, несколько лет назад приехала в Сирию. Маршрут обычный сначала из России в Турцию, далее нелегальное пересечение границы, и вот сирийский город Манбидж. Тогда, в 16-м году, его контролировали радикалы ИГИЛ. Супруг обещал этой молодой женщине счастливую жизнь в исламском халифате. О том, что это террористическая группировка, Анияд, конечно, слышала, но не верила. Муж убедил ее в том, что это лишь пропаганда, а на самом деле здесь, в Сирии, они будут строить справедливый мусульманский мир. Со страшной реальностью девушка из Дагестана столкнулась сразу же, как прибыла в Сирию. Там все очень грубо, жестоко. Все не так, как там они рассказывают. Попав туда, тогда уже человек понимает, что ты натворил, на что ты пошла, и ради чего ты оставила своих родителей. Ее били, били лишь за то, что она не хотела посещать школу террористов. Сажали под домашний арест, она не могла выходить на улицу, а потом выяснила, что супруг наркоман. Он сказался больным, чтобы бесплатно получать травмодол, опиоидный анальгетик. И это все фактически в сердце псевдохалифата. Ему не то, что делать до убийства людей было, а то, что вот, как сказать, легкие деньги. Но не хотел он работать. Нетрудолюбивый человек был. А хотелось бы что-нибудь такое. То есть все не про веру, про деньги? Уже потом анеяд увидела, что и друзья мужа, обычные убийцы и бандиты, которые прикрываются исламом, чтобы оправдывать собственные преступления, решила бежать. Но ей пригрозили тем, что заберут детей. Могут отобрать у меня моего ребенка, моего сына и отдать в лагерь. Будут учить там убивать людей. Я не для этого сюда приехала. Я приехала, чтобы жить уже не помню определенный срок. Или в 9, или в 12. 12 лет они забирают. Вот это уже обязанность идет мальчикам обучаться этому всему, чему они там учат. Зверски упивать. И также притеснять людей. В результате боевых действий террористы ИГИЛ были вынуждены уйти из Манбиджа. И муж этой девушки попал в тюрьму к другим боевикам из так называемой свободной сирийской армии. Анеяд помогли попасть на территорию, которую контролируют правительственные силы офицера российского центра по примирению враждующих сторон. Теперь девушка и ее дети ждут возвращения на родину. Анеяд готова рассказывать о своей трагичной истории всем, у кого есть иллюзии, кто уже стал жертвой радикальной пропаганды террористов. Она ведь не последняя такая жена боевика. Евгений Поддубный, Рубен Миробов. Вести. Провинция Хама. Сирия.